Ребята, я приветствую вас на своей спортплощадке, про которую я вам в свое время рассказывал. Сейчас покажу вам тренировку, которую я выполняю в данный момент. Я, естественно, варьирую программы. И мне хочется, чтобы, посмотрев этот выпуск, вы получили какие-то идеи о сочетаниях упражнений, которые вы можете использовать в своей тренировочной программе. Ведь вариация – это главное. Эта тренировка будет построена, как всегда, на суперсериях. То есть, в сочетании движений антагонистов. По крайней мере, для меня сейчас это основной вид суперсерий. Также просто почувствуйте атмосферу. Вы посмотрите на эту осень. Тренироваться на свежем воздухе – это лучшее, что может быть. Для меня лично. Как, знаете, мне тут кто-то сказал, «Денис, вот ты, наверное, там территорию убираешь, а это же очень полезно для психики». У меня действительно тут есть метелки. И я тут, значит, могу подмести, что я сделал сегодня. Посмотрите, какая чистота. Потому что подмел. Полезно для психики. Так вот, для всех заявляю, тренировки полезны для психики. Особенно, когда все вокруг, непонятно что. Ты пришел на тренировку, все у тебя понятно. Ты либо сделал, либо не сделал. Ты либо выполнил заданный объем, либо ты дал себе поблажку. Это не про нас с вами. Мы берем и делаем. Если у вас с этим есть сложности, как на самом деле, наверное, у каждого человека, иногда собственной мотивации не хватает. Первое, если. И второе, если вам надоела ваша программа. Вы… Это тоже каждому из нас свойственно. Примените что-то извне. Для этих двух «если» я создал свой проект «Супер тело», где вы можете потренироваться по новой для себя программе, питаться по новому для себя рациону и получить мотивацию от меня. То есть, мою мотивацию применить к вам. А условно, снять свою голову, поставить мою голову на время. Две недели. Перейдите по ссылке внизу, почитайте об этом проекте. Я абсолютно убежден, что те из вас, кто попробует эти две недели пройти, не то, что это что-то сверхсложное, но это точно безумно интересное, очень дисциплинированное и очень познавательное время. Две недели новых экспериментов. Переходите по ссылке, вступайте в проект «Супер тело». С 13 ноября начнется двухнедельный цикл. Я вас очень жду. Тысячи людей это дело прошли, и очень многие остаются и продолжают тренировки в каждом новом сезоне, новые программы. Ну вот, а я вам покажу сейчас, что я делаю последний месяц-полтора. Значит, я упростил немножко. Ну, как у меня, периодами же идет, да? Иногда я тренируюсь чуть более сфокусированно, иногда чуть менее. Сейчас, пожалуй, чуть менее, потому что был занят всеми этими делами, связанными с выпуском фильма и вообще много всякой суеты я рассказывал вам. И, значит, я делаю базовые движения. Жим штанги. Вернулся к жиму штанги, жал гантели очень долго. Сочетаю с тягой тяжелых гантелей. Это первая суперсерия. То есть у нас базовый жим, базовая тяга. Давайте продемонстрирую. В промежутках я буду, конечно, делиться какими-то нюансами. В жиме лежа техника классическая. Вы видите, я останавливаюсь в нижней точке. Повтор за повтором, на выдохе. Это разминочный подход. И в разминочном я делаю порядка 10-12 повторов. Каждый следующий подход вес будет увеличиваться. Третий и четвертый будет до отказа где-то на шестом-седьмом повторе. То есть рабочих, по-настоящему рабочих, подхода будет два. Это третий и четвертый. Первый и второй это пирамида, разминочные подходы с постепенным увеличением веса. На самом деле в третьем и в четвертом вес тоже может быть разным в зависимости от самочувствия в конкретный день. В общем, здесь максимально творчески прислушиваться к своему самочувствию. Условно, до отказа. Конечно, я еще так не разогрет. Немножечко повисел на турнике, так подергался. Вес я добавляю. Я просто делаю пирамиду по ощущениям. Теперь смотрите, сделал подход. Следующий подход будет вот этот. Тяга в наклоне. Здесь 50 килограммов каждая гантель. Здесь я сразу почти могу начинать с тяжелого, потому что я подтянулся для разминки и могу сразу делать вес побольше. Что здесь основное? Растягивать в нижней точке. В данном упражнении я использую тяжелый вес. Для чего? Чтобы из самого растянутого нижнего положения подтянуть вверх. В данном случае, конечно, сам упор немного ограничивает амплитуду. Но это и не страшно, потому что в подтягивании, в других движениях для спины я проработаю чуть более полную амплитуду. Здесь мне главное из растянутого положения потянуть лопаткой. Так, 7. Видите, я же специально сделал такую себе скамью. Упор. с рукоятками и делаю по следующему принципу. Я провисаю внизу. То есть отпускаю лопатку вниз. Не здесь ее где-то оставляю, а даю ей провиснуть, чтобы широчайшая растянулась. И с нижней точки уже тяну вверх. И так в каждом повторе. Выдох-вдох здесь можно произвольно. Здесь можно выдыхать при подъеме, можно вдыхать при подъеме. Это одно из тех упражнений, где дышать можно двояко. Здесь интересный момент насчет количества отдыха. Если в суперсерии два базовых движения, как в данном случае, жим лежа и тяга тяжелых гантелей в наклоне, то можно между упражнениями в суперсерии давать себе вдоволь отдыха. То есть я делаю две-три минуты отдыха спокойно и выполняю тяги. Потом опять две-три минуты отдыха, снова жим. Две-три минуты отдыха, тяга. Вот таким образом, в таком темпе, это будет происходить. В чем здесь идеология и вообще смысл природы? Успокаиваешься. Почему антистресс? Да потому что в процессе тренировки на свежем воздухе те из вас, кто это делает, ты же поглощаешь все это раз в десять активнее. Те из вас, кто бегает или плавает или на лыжах. Сейчас, я надеюсь, беговые лыжи возобновятся для тех, кто это любит. Коньки, хоккей или вот тренировки на свежем воздухе. Это совершенно, это другое обновление. Я между подходами смотрю, медитирую, смотрю на все эти деревья, на это успокоение. Вот. Ну и не забываю, не забываю добавлять вес. Четыре суперсерии надо сделать. Без спешки. Раз, два. Раз, два. И вот так четыре пары. Опять же, без спешки. Это базовое движение. Делаете в кайф. Ходите, медитируете, концентрируетесь на работающих мышцах. Что мы потренировали? В первую очередь грудные мышцы, трицепс, передняя дельта. Ну так, это общеразвивающее упражнение. Здесь тяговое, общеразвивающее, широчей, задняя дельта, трапеции, нижняя часть. То есть, весь массив спины. Тяга в наклоне, только с упором. Это базовейшее упражнение для спины. Вы скажете про становую тягу, но в становой тяге нет амплитуды, нет движения лопатками. Поэтому, конечно, это лучше формирует в целом спину. Переходим к следующему движению. Следующее будет порядок не столь важен. Следующее мечтание, давайте сделаем изолирующая. Это трицепс и трицепс. Изолирующая суперсерия. Чуть более изолирующая, по крайней мере, чем то, что мы только что делали. Давайте возьмем двадцатки на бицепс. И вот эту на трицепс. Очень мне нравится вот этот тренажер. это аналог отжиманий, но очень легко мне сконцентрировать внимание на трицепсе. Я иногда делаю вот это, а иногда делаю французский жим лежа. Либо со штангой, либо с гантелью. Тоже увеличиваю вес, пока не дойду до восьми десяти повторов на пределе. Сейчас своего рода разминка. Хотя после жима лежа уже чуть проще. Но все равно здесь угол другой воздействия на плечевой сустав. В первую очередь плечи и локти, конечно, надо прогревать. У меня плечи. Их сложнее подготовить, чем локти. В этом движении я стараюсь полностью сконцентрироваться на трицепсах. Несмотря на то, что я чувствую нагрузку на грудные, естественно, в верхнем положении грудные растянутые, я ощущаю переднюю дельту, но я осознанно концентрирую свое внимание на функции трицепса. Я даже не считаю порой, просто растворяюсь в движении. То есть вся концентрация, все, что происходит сейчас внутри меня, это полное отключение от окружающего мира и фокусировка на работе трицепса. Вы скажете, но тоже мне изолирующая, Денис, это то же самое, что жим. Ну да, соглашусь, грудь здесь сильно работает, я чувствую, особенно после жима. Опять же, грудь, передняя дельта, трицепс, но все-таки здесь ты давишь вниз и можно чуть лучше сконцентрироваться. Ну, здесь вообще-то на трицепсе не сконцентрируешься, делая жим лежа. Трицепс совершенно невозможно просто мысленно включить. Если сделать узкий хват, то попроще, на среднем, ты трицепс не почувствуешь. А здесь все-таки я хорошо чувствую трицепс. И так же отдохнул, но, пожалуй, чуть меньше, можно там минуту и перехожу на бицепс. Вот эта штука тяжелая для многих. Не все сделают с двадцатками, тренированные, конечно, сделают. Сейчас сделаю настоящий подход до упора. Это, на мой взгляд, лучшее упражнение для бицепса. По крайней мере, в моей системе координат, потому что я идеально чувствую мышцу по всей амплитуде. В нижней точке, в силу положения плеча относительно корпуса, я имею в виду анатомическое плечо, бицепс растянут достаточно сильно. И потом ты собираешь, фактически без посторонней помощи, ты собираешь этот бицепс в пиковое сокращение верхней точки. На что еще стоит обратить внимание? На три точки. Кисть, плечо и локоть. Когда будете сами выполнять это упражнение, посмотрите, чтобы кисть не уходила ни наружу, ни внутрь и оставалась в супинированном положении, строго. В этом упражнении можешь дойти до абсолютного отказа, что я сейчас и попытаюсь сделать. вот это кайф. Вот это настоящий подход. Вот это я считаю отказной подход. Что я еще делаю иногда? Ну, я сделаю сегодня попозже уже частично, хотя бы парочку. Просто дернуть, ну, как дернуть, плавно, плавно, приподнять, приподнять в два раза. Тоже полезно для прогресса. Так вот, ребят, значит, вторая пара. Трицепс и сгибание на бицепс. Трицепс можно варьировать. Сгибание, естественно, тоже можно делать под наклоном. Иногда я ставлю вот такой угол. Обратите внимание, здесь градусов 5-10, здесь градусов 30. Вот такой угол. Ну, реже. Делаю, бывает и другое. То есть, я варьирую углы. Вариация, это, конечно, ключ. У меня все время меняется программа. Все время. То есть, я все время думаю, так, ну, в смысле, недель 5-6 я поделаю, потом я думаю, так, надо это поменять. И в рамках этих 5-6 недель я буду менять углы, менять это упражнение на другие типы трицепсовых разгибаний. Я говорю, французские жимы, лежа с гантелью. И бицепсы тоже могу менять. Но здесь у меня не такая вариация на бицепсы, поэтому я в основном делаю либо это, либо молотки. Иногда еще бывает делаю молотообразные сгибания. Но чаще вот это я очень люблю. Теперь следующая пара. Опять тот же принцип. Заметьте, опять у нас жим-тяга. 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 Да? Жим-тяга. И сейчас у нас то же самое для плеч. И здесь уже мы берем не по мышцам, а по движению. Значит, смотрите. Плечи будет жим одной рукой. Следите за движением. Да? Мы из-за этой точки вверх. А антагонист движения будет какое? Подтягивание. То есть, ты сверху тянешь вниз, а потом снизу жмешь вверх. То есть, у тебя получается прям чистый физиологический или анатомический антагонист. То есть, противоположное движение. Давайте с плеч начнем. Подтягивание самое простое. Это уже пока так для разминочки. В этом упражнении все совершенно очевидно. Стараться не пружинить ногами. Движения совершать, концентрируясь на работе дельтовидной мышцы. Старайтесь не отклоняться назад, чтобы не подключать верхнюю часть грудных мышц. Также старайтесь, насколько это возможно, не подключать трапецию, потому что здесь дельта и трапециевидные мышцы синергисты, то есть, они помогают друг другу. Но когда ты тренируешься много лет, ты можешь попытаться в какой-то мере ослабить напряжение трапеции и усилить и увеличить напряжение дельта. Но это очень непросто. Может быть, это и самообман даже. Выдох можно делать при подъеме до приопускания. В этом упражнении я нацеливаюсь на 10-12 до отказа. То есть, отказными будут последние 1-2 раза на пределах. 100% усилия. То же самое. Отдохнуть, добавить вес, на следующий подход. А после отдыха сделать подтягивание. Значит, подтягивание я предлагаю с отягощением сделать тоже сразу. Тренировка через движение антагонисты это самый экстаз силовых тренировок. ничего нет круче, потому что это необъяснимо. Но ты, когда, например, когда ты тянешь тяжелое, ты как будто заряжаешься нажим. Объяснить это абсолютно невозможно. Логически, хотя можно, конечно, долго там что-то там физиологию сюда как-то приплетать. кровь нагнетается в область бицепса при тягах и, соответственно, трицепс уже косвенно получает кровоснабжение. Ну и так далее. Ой, уши заложило. Так вот, это нужно почувствовать. Вот этот кайф от тренировки антагонистов нужно просто почувствовать. Если вы еще не пробовали, сделайте. Прям вот возьмите в чистом виде то, что я вам сейчас показываю. И по четыре подхода. Вы поняли, что предыдущую пару бицепс, трицепс тоже четыре подхода. Один, 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 один. Вы зададите вопрос, включаются разминочные ли? Я включаю разминочные. То есть, первый разминочный, второй полуразминочный, третий рабочий, четвертый рабочий. Рабочий значит до предела. Если какой-то крутой день, я чувствую, что у меня сегодня просто вот меня не остановить. Бывают такие дни. Не часто, но раз, наверное, в месяц, полтора у меня бывают дни, когда я просто без норматива я делаю и делаю. Вот просто делаю, потому что идет по кайфу. Я перестаю считать подходы. Я делаю по общему физическому ощущению. Давайте подтягивания. Так, какие возьмем? Вот эти. Итак, потянули, теперь пожали теперь тянем и отягощение в ногах. Парень. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Все, идею вы поняли. Почему с отягощением? Ну, чтобы было там шесть, семь, восемь раз до упора, до какого-то отказа. Хотя я подтягиваюсь с весом тела довольно много просто фоном. Я за день подтягиваюсь ну раз уж 50 точно каждый день. 40, минимум 40, 40, 50. Иногда побольше. Просто, просто фоном. Я не считаю это тренировкой. Так, что еще вам рассказать? Ребят, площадка, значит, вы писали много пожеланий. Вот закладные под навес. Вы были правы, надо делать навес, потому что листвы здесь было. Я уезжал на несколько недель, все завалило листвой. Ну и не только в листве, а будет же снег с листвой. Был и снег, конечно. И во всякие эти узлы, во всякие ниши, конечно, все это проживет намного меньше. Оно и так на улице, конечно, подвержено воздействию погоды, природы. Но это сразу подразумевалось, так вы видите, что все тренажеры, здесь нет тросов, здесь все рычажное, все рычажное. Кстати, да, второй день, конечно же, это не вся тренировка, вот эти три суперсерии, которые я показал, это тренировка раз. Вторая тренировка у меня ноги, я делаю гак, я делаю жим ногами, и я делаю икры там же. Иногда еще делаю с гантелью в руке выпады шагом назад. Это во второй день. Я, может, как-нибудь покажу вам. То есть приблизительно вот такую тему. Вот это очень... Ну, это в добавление, конечно, к жимам ногами горизонтальным и к гаку и к икрам. Ребят, включайтесь в тренировочный процесс, но без этого в наши дни совершенно никак. Спорт, он психологически тебя разгружает, он создает ощущение, что ты созидаешь. Я не перестану это повторять. Созидание очень важно. Кто-то из вас скажет, да зачем эти железки, иди там что-нибудь построй. Естественно, и строить надо, и делать что-то полезное для общества, ну и тренировать дисциплину, медитативную. Бег тоже ничего не дает. Ты же не бежишь за кем-то или от кого-то. Ты просто бежишь там 5-10 километров, кто-то 42. Но ты работаешь с психикой. Вот что важно каждому из нас психически отпускать. 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 Уметь создать внутри себя вот эту природу, вот эту тишину, этот воздух. Внутри. Внутри. Без воздуха, без легкости ты не можешь творить. Ты не можешь радовать людей вокруг и сам радоваться. Поэтому отпускай. Будь свободен внутренне от всех зажимов, от всех этих лямок, которые ты на себя повесил. ипотеки и прочее. Это все вернется потом, когда ты захочешь. Ты подумаешь и о своих там карьерных планах, о своих ипотеках и прочих всяких хомутах, которые ты на себя повесил. Ну, без этого жизнь невозможно. Но имей время для себя. Имей возможность скинуть с себя эти путы и просто побыть вот здесь. Сейчас. Тренируясь. Чувствуя себя живым. Все. Я жду вас в своем проекте Супертело. Перейдите по ссылке. Еще раз напоминаю. Две недели дисциплины. Вам это надо. С вами был Денис Семенихин. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok